Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батарева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Эпицентр спортивной жизни города. Стадион «Локомотив» отмечает юбилей. На зеленой волне «Русалфест» объединил металлургов по всей стране. Больную рыбу в Заполярье будут искать через социальные сети. Больную рыбу в Заполярье будут искать через социальные сети. Комитет по ветеринарии Мурманской области создал открытую группу ВКонтакте. Посредством нее специалисты ведомства надеются получать от рыбаков оперативную и достоверную информацию о состоянии рыбы в водоемах области. Что за напасть? Какая болезнь стала причиной заражения и гибели северного лосося в Мурманской области? Ответ на этот вопрос уже второй год пытаются найти специалисты сразу нескольких профильных ведомств. Пока безуспешно. В бассейнах рек Кола и Тулома, расположенных в северной части Заполярья, продолжают регистрировать случаи заболевания рыб диких популяций. С похожей проблемой сталкиваются уже и наши скандинавские соседи. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, комитетом по ветеринарии принято решение организовать круглосуточный мониторинг посредством социальных сетей и при участии рыбаков. Северянам предлагается вступить в группу ВКонтакте, которая называется «Что случилось с рыбой в Мурманской области?» и сообщать о всех фактах обнаружения в водоеме или возле него погибшей пораженной рыбы. Специалисты просят также указать в группе места обнаружения рыбы и фото пораженной особи. У школьников продолжаются каникулы. Летними погожими деньками совсем не хочется думать об уроках, учебниках и правописании. Зато переживают родители, особенно те, чьим детям предстоит впервые идти в школу. Ведь, как правило, сборы будущего школера влетают в копеечку. Но Центр социальной поддержки населения готов оказать помощь нуждающимся семьям. Подробности в нашей рубрике «Социальный вопрос». Портфель, тетрадки, карандаши и ручки, школьная форма, альбомы и краски – это лишь малая часть того, что предстоит купить родителям сегодняшних дошкалят, чтобы отправить ребенка в первый класс. Расходы немалые, и некоторым мамам и папам они просто не по карману. Такие семьи имеют право на получение единовременного пособия. Его размер в этом году составит 4090 рублей. Прием документов для его получения в Центре социальной поддержки населения открыт с сегодняшнего дня и до 31 октября. Право и на получение данного пособия имеют семьи, у которых общий доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума установлено в Мурманской области. На сегодняшний день эта сумма составляет 20 523 рубля на одного человека. Исключением являются многодетные семьи, которые будут сдавать документы без доходов. Пакет документов для получения выплаты необходимо собрать и тем, кто обращается в Центр поддержки населения впервые, и тем, кто уже пользуется его услугами. Их полную перечень можно узнать у специалистов ЦСПН или на сайте организации. А для личного приема по-прежнему работает телефон предварительной записи 976-14. В День Металлурга на Центральной площади Кандалакши открылась выставка фоторабот на Зеленой волне. Акция была организована в рамках летнего Русал-фестиваля. Он уже второй год подряд проводится в городах присутствия компании. Наш город подключился к нему впервые. На этой уличной экспозиции нашли свое место только самые яркие, сочные и оригинальные фотографии. Их авторы откликнулись на призыв Русала поучаствовать в конкурсе на Зеленой волне. Жители 19 российских городов прислали огромное количество снимков. Отбор проводился в интернете и на Кандалакшском алюминиевом заводе. Были отобраны 20 лучших фотографий и направлены в Центр социального развития компании «Русал», где уже были отобраны 10 работ, которые остаются в нашем регионе присутствия в Кандалакше. Остальные 10 представляют наш город, наш завод, наших работников. И вообще Северный край уже в других регионах. Они уехали в Хакасию, в Сибирь, возможно, даже на Украину. Потому что здесь вы тоже видите работы работников других заводов. Красноярск, много фотографий из Хакасии, из Надвоиц. Но это говорит только о том, что наша страна необъятная, и везде в каждом уголке есть свои какие-то красоты, свои прелести. Получился глобальный обмен фотографиями. Хотя это не единственная цель, которую ставили перед собой организаторы «Русалфеста». Главное – пропаганда здорового образа жизни и сохранение природных ресурсов, экологическая безопасность. Призыв сохранить то, что у нас есть, те красивые уголки нашей страны, которые они есть, и где присутствует наша компания «Русалфеста». Остановить мгновение, поймать удачный кадр – для многих фотографов это иногда становится навязчивой идеей. Впрочем, один из участников конкурса «На зеленой волне» Дмитрий Матвеев к вопросу о поиске хороших ракурсов и тем для фото подходит спокойно. Красота, говорит, вокруг нас. Дмитрий Матвеев работает на алюминиевом заводе. Свободный от работы время, увлекается фотографией. Яркие снимки нашего земляка очень понравились как интернет-пользователям, так и тем, кто пришел на открытие выставки в центр города. Разлетающиеся от легкого дуновения ветерка одуванчик. Муравьи, спешащие заключить друг друга в объятии. Эти снимки набрали наибольшее количество голосов. Однако, по решению жюри, Дмитрий Матвеев, как и еще одна кандалакшанка Елена Балаш, признаны призерами фотосостязания. Первое же место завоевала Анна Виноградова. Она не смогла приехать на мероприятие, однако без главного приза не останется. Компания «Русал» вручит ей сертификат на приобретение фототехники. Эпицентр спортивной жизни города «Стадион Локомотив» отмечает юбилей. 18 июля исполнилось 80 лет с момента торжественного открытия спортивного объекта. Круглая дата – хороший повод вспомнить славное спортивное прошлое кандалакши и, конечно, заглянуть в будущее. Строительство «Локомотива» началось в мае 1935 года. Объединив усилия, простые горожане, работники местных предприятий и учреждений возводили спортивный объект практически вручную. За год у тогда еще рабочего поселка Кандалакша появился свой стадион, который на долгие годы стал эпицентром спортивной и культурной жизни. Торжественное открытие «Локомотива» состоялось 18 июля 1936 года. Фотографий той поры практически не осталось, но в архивах сохранились газеты, освещавшие это грандиозное событие. 18 июля на станции Кандалакша состоится торжественное открытие стадиона спортивного общества «Локомотив». Комсомольская организация и молодежь «Узла» решили ознаменовать открытие стадиона проведением «Спартакеады». «Спартакеада» откроется большим физкультурным парадом, который будет состоять из колонн, значкистов, ГТО, охотников, рыболовов, футболистов, легкоатлетов и других. После парада на стадионе будут проведены большие состязания по легкой атлетике, футболу, баскетболу, волейболу, городкам. Первый раз в Кандалакше будут проведены велогонки. 80 лет здесь, исключая два десятилетия середины 90-х, полтора-два десятилетия, здесь отдыхал и занимался спортом весь город. Все жители города Кандалакше здесь были. Ни одно поколение уже внуки тех людей, которые здесь играли в футбол, продолжают играть в этот футбол. Можно даже конкретный пример назвать. Например, у нас играет Сергей Багрецов, сын нашего тренера Олега Багрецова. Отец его выступал еще на этом стадионе. Здесь кипела жизнь. На стадион приходили целыми семьями. На трибунах – битком. За ходом городских футбольных турниров, участие в которых принимало порой до 20 команд, следили тысячи кандалакшан. Здесь проходили большие городские праздники. Все это, конечно, осталось в памяти старожилов и на редких снимках в семейных архивах. Были в истории локомотива и грустные времена. В 90-е это место превратилось в пустырь. Сейчас стадион переживает второе рождение. В 2011 году началась реконструкция стадиона. Для футболистов оборудовано поле со специальным современным искусственным покрытием. Здесь тренируются юные футболисты и проходят игры чемпионата области. На своем родном стадионе ФК Кандалакша стал чемпионом 2015 года. Здесь же, показав отличную игру, завоевал Суперкубок и Кубок области. Уровень игры футбольного клуба Кандалакша и вот эти трибуны – это совершенно несоотносимые вещи. То есть, немножко комфорта и гораздо больше зрителей придет посмотреть эти отличные матчи, которые проводит иногда ФК Кандалакша. И хотелось бы, чтобы все это дело было побыстрее и мы, как можем, все это дело ускоряем. Реконструкция идет полным ходом. Сейчас закладывают фундамент под ограждение будущих трибун. В дальнейшем, согласно проекту, здесь должны появиться трибуны с пластиковыми сидениями на 800 мест. Будет оборудован навес, бордюры, поручные ступеньки. Здесь просьба, здесь нужна всеобщая поддержка. Старые добрые времена. Сейчас, конечно, эпоха другая, совершенно другая, но все-таки хочется верить в то, что мы сможем объединить людей. На сегодняшний день сделано уже довольно много и еще впереди гораздо больше. И мы очень надеемся на помощь всех спортсменов городских, руководителей предприятий, предпринимателей наших, чтобы мы смогли доделать трибуны. Городская федерация футбола обращается к руководителям предприятий Кандалакши, предпринимателям, всем любителям спорта, ко всем, кому не безразлична дальнейшая судьба стадиона «Локомотив». Давайте построим трибуны вместе. Если у вас есть возможность и желание оказать помощь в реконструкции стадиона «Локомотив», звоните по телефону 8-921-284-9505. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.